Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Да, меня зовут Русских Иван, вы не ошиблись. Я приветствую вас на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске будем делать с вами очень ценное удобрение из такого сезонного отхода, как корки арбузов и корки дынь. Этот отход накапливается, конечно, у нас теперь в достаточно большом количестве. И очень жалко упускать этот ценный продукт, не использовать его в огороде. Корки арбуза и корки дыни отлично компостируются. Самое главное защищать их от ос и защищать их от мушек-дрозофилок и прочих насекомоидов, которые так и рады отложить туда червей, яйца, ну и что-нибудь там такое полизать их. И потом тоже куда-то полететь, может, на что-то хорошее. Поэтому, если вы компостируете эти корки, то делайте анаэробный компост, как я буквально на днях рассказал, вчера, собственно, рассказал, как делать этот самый анаэробный компост. Но это не единственное. Ну, можно просто в землю закапывать червячков, кормить дождевых. Это все очень полезно. Но это не единственный вариант, как можно использовать этот ценнейший ресурс, отходы, которые образуются у нас на кухне. Значит, я сегодня буду делать вот такую вот 5-литровую бутылку замечательного биопрепарата домашнего на основе этих корочек. Значит, что надо сделать? Надо взять примерно пол-литра этих корочек. Ну, можно больше, это же не проблема. Пол-литра там, плюс-минусик какой-то. И вот так вот сюда вот нарезать, в эту воду можно нарезать. Я буду уже, конечно, использовать более современные такие способы измельчений. Я возьму вот так вот эти корочки. Вот сюда у меня такой вот измельчитель есть, блендерчик такой особый. Ну, тут чаша на 300 мл, так что я потом два раза эту процедурку сделаю. Вот, ну, вот так вот нарежу, нарежу. Ну, знаете, сейчас блендеры уже у всех есть. Ну, просто блендер, он измельчает более мелко. И это получается, ну, как бы сказать, гораздо-гораздо более эффективно. Потому что все полезные вещества, которые в этих корочках есть, все-все-все вот это, оно все как-то так лучше попадает потом в эту самую жидкость. Ну, как бы это можно будет назвать особой питательной средой. Ну, между прочим, и сами корочки тоже являются источником всяких микробиков, которые нам будут не без пользы. Да, ну, вот я вот так вот просто делаю и измельчаю. Вот сейчас прервусь чуть-чуть, уже измельчу до конца, чтобы не задерживать ваше время. Ну, вот, я уже вторую партию измельчил, но у меня такой стакан тут как бы на 250-300 миллилитров, поэтому я сделал две партии. И я просто вот это измельченное сюда вот в эту воду выливаю. Там могут быть кусочки, что-нибудь там может позастревать, тогда пальцем можно его туда вот так вот. Мы все делаем, так сказать, нестерильно, да, как оно есть руками и все дела. Все так очень-очень по-простому. Ну и все, туда все это дело отправили. Это основа нашего такого особого будет препарата. Препарат я буду предназначать для дезинфекции почвы, для санации почвы. Это очень питательная система, в которой замечательно вырастают очень-очень полезные микробики. Вот, и это надо чем-то заквасить, понимаете, туда надо что-то положить, чтобы, так сказать, канализировать этот процесс микробный, который здесь будет происходить. Я возьму такую штучку, которая называется биоцопочвосан. Это специальный препарат для обработки почвы, растительных остатков, стерни и там всего остального, в том числе, если оно поражено болезнями, какими-то там кладоспариозами, фитофторозами и так далее, для того, чтобы обезвредить, обеззаразить почву после выращивания там разнообразных растений. Кстати, по листу можно работать тоже, но все-таки в почву. И я вот беру этого почвосана, вот у меня здесь 5 литров, и я миллилитров 50 просто сюда заливаю. Все, залил. Теперь вот так закрываю крышкой, немножечко потрясу, для того, чтобы оно тут все подружилось. Вот так чуть-чуть приоткрою, и надо просто поставить буквально на 3-5 дней в теплое место. И через это время оно тут бурлить будет, оно тут бродить будет, но не будет тухнуть и не будет вонять. Вот оно здесь будет все, так сказать, хорошо разводиться. Может пленочка появиться, может пенка появиться. Это все нормально. Главное, не закручивайте крышку прям полностью, чуть-чуть. Но открывать не надо, потому что дрозофилки туда полетят или какие-нибудь мухи. Вот чуть-чуть. И все. И когда через 3-5 дней просто в теплом месте поставьте, здесь все нарастет. Берите стакан этой жижи, которая здесь получится, растворяйте в ведре воды и легонечко проливайте ваши грядочки. Буквально 10 литров на 2-3 квадратных метра. Пролили, и все, ваша почва в полном-полном порядке. И можете абсолютно быть уверенным в том, что вы провели обеззараживание вашего участка биологическим методом. Что ж, ни в коем случае не выбрасывайте вот эти корочки и обязательно их используйте с толком для приготовления вот такого ценного, ценного, очень ценного препарата для почвы и для растений. Если вам нечего санировать, ну нету там огородов каких-то, вы розы выращиваете, то нет проблем. Этим раствором по литровой баночке возьмите, пролейте розы, пролейте пионы, которые уже на покой потихоньку уходят, пролейте флоксы, пролейте буквально все растения. И очень хорошо, если попадет на лист, потому что он еще обладает и лечебным действием в отношении разнообразнейших болезней, которые цепляются к нашим растениям, особенно в осенний период. Поэтому в преддверии осени, сегодня последний день лета 23 года, пожалуйста, сделайте себе такую штучку и ухаживайте за почвой и за вашими растениями. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!